Сможет ли Грузия стать туристическим центром Южного Кавказа? Этот вопрос в последние месяцы крайне актуален. Наш экономический обозреватель Андрей Джуфолокян побывал в регионе Сванетти, которому высшее руководство страны пророчит славу альпийских курортов. Андрей, скажи, пожалуйста, мы знаем, что в начале этого зимнего сезона в горах в Грузии была плохая погода, не было снега. Что сейчас происходит? Действительно, начало сезона в Гудауре и Бакуриане, это два крупнейших горнолыжных курортов Грузии было довольно провальным. Но даже сейчас снега в горах мало. Что касается Сванетти, то самый первый горнолыжный сезон для этого региона уже можно назвать успешным. Это не швейцарские альпы, это кавказские горы. Сванетти, Грузия. Природа, средневековые крепости, гостеприимство – далеко не все факторы, впечатляющие гостей этих краев. Это старый сванский дом, это вот типичная семья здесь жила, семья Маргьяни. Лариса Маргьяни живет в Сванетти почти 20 лет. Хоть Сванг она не по рождению, традиции местных жителей и их истории узнают почти идеально. Семейный очаг и почетное место главы семьи теперь демонстрируют туристам. Супруг Ларисы, Мурат Маргьяни, показывает нам родовую башню. Таких у Маргьяни было восемь. Осталось четыре. На протяжении столетий средневековая крепость высотой в 22 метра имела оборонительную функцию и была объектом гордости для всей семьи. Главная функция сейчас – туристическая. Туризм – единственный шанс для Сванетти выжить. Этот сектор развивается очень быстро. Так быстро, что жители Сванетти не могли это себе представить. Семья Маргьяни в новом доме теперь принимает отдыхающих. Для многих жителей Местия – это единственный заработок. Инвесторы, которые хотят построить новые гостиницы, получают землю по символической цене. В главном населенном пункте Сванетти теперь обновленные фасады. В шести километрах канатная дорога. Ее поспешно соорудили к декабрю. Но снега не было до середины января. В Сванетти ждут и лыжников, и сноубордистов. За девять минут при помощи этой канатки можно оказаться на высоте 2347 метров. Пока это единственная горнолыжная трасса. Но уже в ближайшие годы в Сванетти обещают обустроить еще несколько. В ближайшие годы в регионе ожидают до 500 тысяч туристов в год. Это оптимистичный прогноз президента Грузии Михаила Саакашвили. Новую дорогу в Сванетти проложат в текущем году. Но туристам уже предлагают авиабилеты до Местия за 40 долларов. Желающих пока немного. Но кто приезжает – от увиденного в восторге. Андрей Джафалакян, Николас Капанадзе, Местия, Грузия, Телеканал Пик.